Приветствую вас, давайте я вам отвечу сперва на второй вопрос, значит, изменится ли муч, если поживет один? Нет, муч ваш не изменится, потому что для этого нужно нечто большее, чем просто жизнь в одиночестве. Для этого нужна, нужна определенная работа, тем более, что, значит, он, как вы говорите, живет, а никому ничего не, ну, как бы чувствует, что никому не обязан, вот. И, соответственно, вряд ли он будет меняться, если вы уйдете. То есть на это рассчитывать, ну, нельзя никак, абсолютно, вот. Это первое. Второе, значит, поймите, пожалуйста, что мужчина может измениться только в случае, если у него будет для этого мотив. То есть, понимаете, вот, когда вы уходили от него, и когда он вас возвращал, как вы говорите, вы не решали с ним проблему. Хотя, проблема была, это, ну, я об этом скажу еще. И вы, видимо, сейчас для своего мужчины не представляете с, а, кем-то серьезным. Человек, он, достаточно, уже взрослый, и, соответственно, ожидать, что он поменяется, ну, наивно. Для этого нужен стимул, для этого нужна мотивация, для этого нужна четкая, понимаемая им, в первую очередь, конечно же, цель. Поэтому, а, ожидать, что изменится мужчина, именно, ну, на самом деле не стоит. Потому что, так вы, по сути дела, перекладываете ответственность на, ну, на него, себя, понимаете? То есть, как бы, человек выбрал свой путь, человек выбрал свою жизнь, человек выбрал жить определенным образом. Вот. А вы его, получается, сейчас собираетесь менять. Я не думаю, что это правильная позиция. Поэтому, если вам самой что-то не нравится, если вам самой что-то не по душе, то, полагаю, справедливо будет сперва обратить внимание на себя, на то, как вы сами себя ведете, на то, как вы сами себя презентуете, репрезентуете. Вот. И уже, уже, собственно, исходя из этого, можно будет делать какие-то выводы. Потому что, грубо говоря, если вы готовы, если вы готовы все на себе это тащить, если вы готовы все обратно на себя, то зачем мужчине меняться? Дальше. Повторяется ли сценарий вашей семьи? Ответить на этот вопрос с большей долей вероятности можно так, что да, повторяется, но мне думается, что слишком велик соблазн сказать вам, что он повторяется. Соблазн. Слишком велик соблазн вам это сказать. Дело в том, что вы не описываете того, почему, например, жили без отца. То есть, непонятно, по какой причине вы жили без отца. То есть, с чем это связано, что вы жили без него? То есть, ваша мама его выгнала или она не рассталась или что? Что произошло? Ну, пока нет ответов на эти вопросы, я полагаю, что нельзя с полной уверенностью сказать, что вы повторяете сценарий, ну, родительский сценарий. Вместе с этим достаточно несложно увидеть определённые схожие моменты. Например, ваша мама, ну, была без мужчины, очевидно, да? И вы не написали о том, что она нашла себе кого-то ещё. Ну, то есть, что в её жизни появился ещё один мужчина. То есть, она не была ни с кем больше. И, вероятно, вашего отца, она, ну, как минимум, сторонилась. То есть, они не были близки и, ну, после развода. И, вероятно, ваша мама дала вам такой негласный запрет, негласный запрет на близость с мужчинами. Тем более, что у вас, как вы описываете, тоже не всё сразу получилось. То есть, вы не сразу смогли построить отношения, были неудачи. И как вы говорите, что вам, ну, не хватало отца. Понимаете? Так что, да, сценарий действительно может повторяться, но в чём именно, в каком именно, моменте он повторяется, здесь, конечно, нужно разбираться. Нужно разбираться. Потому что, так вот вам сказать, да, что, ну, да, повторяется сценарий. Было бы слишком просто. Дальше идём. Значит, сейчас я разберу ваш текст, то есть я буду читать то, что вы написали, и буду давать какие-то свои комментарии. Вот, надеюсь, что это вам поможет лучше понять ситуацию, надеюсь, что это лучше поможет вам понять то, что с вами происходит. Итак, ситуация у меня сложная, с другой стороны, простая. Давайте тогда сразу и спросим у вас, а в чём ситуация сложная, в чём сложность, по вашему мнению, у ситуации, и в чём, опять же, по вашему мнению, есть ситуация? Её простота. Ну, если вы говорите, что она одновременно сложная и одновременно простая, значит, я полагаю, что вы знаете, в чём она сложная и в чём она простая. Так вот, немнимая ли простота вашей ситуации и немнимая ли сложность в вашей ситуации? Понимаете? Это нужно выяснить, потому что я полагаю, что не бывает ситуации сложных. Бывает, когда человек сам находится либо в конфликте с самим собой, либо под влиянием не своих, значит, мотивов поведения, либо не свободен. Ну, в принципе, что одно и то же. Либо заблуждается, то есть недостаточно, сознаёт, что делает. Для того, чтобы выносить суждения относительно вашей ситуации, я всё же предпочёл бы разобрать её несколько более подробно. Выросла без отца, жили втроём, я мама и брат. Значит, соответственно, какой брат? Младший или старший? Это важно. Как мама объяснила вам то, что с вами не пошла? Значит, вот вы говорите, что у вас всё было замечательно, вы говорите, что у вас всё было здорово. Но при этом вы же сами пишите, что вам очень не хватало отца. И тут у меня к вам возникает вопрос. Так всё было хорошо или вам таки не хватало отца? Согласитесь, здесь есть вот некая такая, знаете, двойственность вашего определения, некая двойственность вашего высказывания относительно вот того, что вы пишете. Дальше идём. Значит, так. Очень хорошо жили, в семье царила любовь, взаимопонимание, дружба, взаимопомощь. Ну, с учётом того, что у вас не всё. С учётом того, что вы долго искали любовь свою. И с учётом того, что вы, как бы это сказать, имели неудачные попытки отношений. Я бы не сказал, что у вас всё гладко было в отношениях в семье. Потому что обычно те, у кого в семье всё гладко, не имеют проблем и, соответственно, с противоположным полом. Либо, если всё гладко в семье, у них достаточно ярко выраженная гендерная позиция, которая, опять же, исключает наличие проблем в личных отношениях. Это, как бы, на мой взгляд, показатель. Показатель того, что ваша взаимопомощь, вот это всё, это может быть и правда. Может быть и правда. Но, у этого есть подводные камни. Какие, нужно выяснять. Опять же, если вы хотите понять, если вы хотите увидеть, повторяется ли сценарий ваш или нет. Так. Дальше. Значит так. Долго искала свою любовь и принимая сексуальный интерес мужчин ко мне за любовь. Так. Долго искала свою любовь, принимая сексуальный интерес мужчин ко мне за любовь. Ага. И вы говорите, что у вас в семье всё здорово было. 23 года после нескольких неудачных попыток построить отношения, встречая его. Старший на земле живёт с мамой и папой. Я думала, любовь. Так. 23 года. Вы встречаете после неудачных попыток и после долгих поисков, значит, любви. Да? Это вот настолько у вас всё было хорошо, что вы искали любовь долго и уже в 23 года вы эту любовь нашли. Это настолько всё было хорошо у вас в семье, чтобы вы не озаботились своим, например, карьерным ростом, своей, например, учёбой, своим, например, развитием и так далее. Странная какая-то любовь, однако, получается. А может быть и не любовь вовсе? А может быть и что-то другое это было? Согласитесь? Ну, может же такое быть. Дальше. Значит, старше меня на земле живёт с мамой и папой. Я думала, любовь. А может и любила. Здесь тоже не понятно. Вы как поняли-то, что любовь была? Вы почему мужчину это приняли таким живущим с мамой, с папой, ну, то бишь, с родителями? То бишь избалованного. Вы почему его приняли-то? И приняли ли вы его вообще? Вот что самое-то главное по итогу. Понимаете? Непонятно. Ситуация не сна здесь. Далее. За 15 лет жизни у нас не получаются разговоры. Ни один, хотя я очень коммуникабельный и отзывчивый человек. Вот странно, да? Вы коммуникабельный и отзывчивый человек, а с мужчинами не получается общаться. Вот странно, да? Вы коммуникабельный и отзывчивый человек, а отношения у вас складывались с него. Удачный разговор ни один получил. Ни один у вас не вышел. Так как же так получается? Почему так получается? Что человек вы коммуникабельный и отзывчивый, а разговор не выходит? Значит, у этого есть причина. Какая причина? Скорее всего, либо обидно отца, либо запрет на взаимодействие с мужчинами. По крайней мере, как на равных. По крайней мере. Дальше идем. Значит, почему у вас не получаются разговоры за 15 лет жизни? Вы же как-то встречались, вы же как-то друг с другом, ну, сблизились, вы же как-то друг с другом отношения построили. Так почему, почему же у вас не получаются разговоры? А самое главное, почему вы, как бы это сказать, приняли это, что у вас нет разговоров? Или вы думали, что это наладится? Ну, то есть, вы думали, что ситуация будет другой, вы думали, что ситуация станет иной? Может быть, вы думали, что мужчина начнет вас слышать? А нет. Проблема в том, что вы нуждались изначально в отцовской любви. Это и является самым главным моментом. Понимаете? Отцовская любовь, которую вы не получали. И которую вы надеялись получить от мужчины. И поэтому принимали его. И поскольку ребенок в детстве всегда видит корни проблем в себе, то вы, наверное, считали, а может быть, даже где-то в глубине души и считаете, что это вы виноваты в том, что отец ушел. А точнее, вы не такая, какую бы хотел вас видеть, например. И из-за этого он ушел. В любом случае, в любом случае, здесь тоже нужно разбираться. Что заставило вас принять? Почему вы его приняли? Музы своего я имею ввиду. И так далее. Это важный момент. Дальше. Так. Значит. Здесь тупик. Вам нужен этот тупик. Вообще, есть даже такая игра. Тупик. Вы зайдите в поисковик. Напишите в поиске. Игра тупик. Психологическая игра. Тупик. Уверен? Найдете много чего интересного. Муж не хочет меняться. А должен? Друзей у него нет. А должны быть? Я тащу на себе все в плане быта. Кто за это ответственен? За то, что вы тащите все на себе в плане быта? Он? Или вы? Он год не работал, не мог якобы найти работу. То есть вы ему не верите? И что? Что вы сделали? По факту. Что вы по факту сделали, чтобы ситуацию как-то изменить? Именно вы. Именно с вашей стороны. Поступили ли вы? Как-то. Простимулировали ли вы мужчину? Как-то. Согласитесь? Хороший вопрос. Так. Декретия освоила новую профессию. Нашла еще подработку. Резвела второго ребенка. Это было нужно мне. Я не упрекала. Кого? Да и обиды нет. И любви, видимо, тоже нет. Просто не понимаю, когда может жить. Человек может жить, никому ничем не обязан. Ну, зато вы. Очевидно, обязаны всем. И, в общем-то, чрезмерно обременены чувством долга. Который заставляет вас трудиться, не покладая рук, для своего мужа. И тащить все на себе. Знаете, не облядывая вашего мужа, я бы хотел указать на то, что человек преследует в первую очередь свои интересы. И в этом плане он более счастлив, чем вы. А вы? Чьи интересы преследуете вы? Чьими интересами вы живете? Опять же, согласитесь? Хороший вопрос. Мне кажется, что в этом у вас есть чему получиться у мужа. Вам есть чему получиться у мужа. Дальше идём. А, значит, так. Дальше, значит, смотрите, что вы пишете. А, так, значит, эм, так. Я не понимаю, как человек может быть никому обязанным. Об этом я сказал. Да? Так. Дальше. Так. Значит, эм, достаточно сильным отношения близкие, но сложно. Очень ленив, забывчив. Может, это проблема эпилептической активности, которая ему старая. А может, просто вы не принимаете человека, который ведёт себя не так, как вы. А больше хочет делать что-то для себя. Вот. Мне тяжело тащить всё на себе и ещё его учёбу, как за сроки, как за уроки слёзы. Он в шестом классе, уроки делает по 6-7 часов. Точнее не делает, но это всё мелочи. Господь меня ведёт. И нет даже грусти, не говоря об отчаянии. Но я полагаю, что вы ко всем проблемам относитесь именно так, что это мелочи. А из мелочей, как и вечно, эм, в расстах большие проблемы. Ну, более, более, эээ, серьёзные проблемы. Дальше, эээ, значит, так. Я все эти горе касаюсь сомнениями, когда всё достаточно спокойно, вроде можно жить, так начинает, эээ, отказывать в помощи напрямую, оскорбляясь. Сама оскорбляю в ответ, ничего не могу с тобой поделать. Вот, эээ, это, я полагаю, является, эээ, ключевой особенностью, эээ, вашей, что вы ничего не можете поделать. Вы, вообще, очень, эээ, часто, видимо, эээ, ничего не можете поделать. То есть, вы, эээ, не пытаетесь проанализировать, эээ, почему, эээ, вы, например, оскорбляете, ээээ, его, ээээ, в ответ. Вы думали хотя бы, эээ, раз, об этом? Почему вы оскорбляете в ответ, ээээ, человека? Ведь это, на самом деле, очень серьёзно, и самое главное, что, эээ, вы в этот момент ничем от него не отличаетесь. Понимаете? Дальше идём. Ээээ, так. Ну, по поводу того, что, эээ, Господь меня ведёт, эээ, может быть, вас и ведёт Господь, но, то, что вы закрываете глаза на проблемы, это, ээээ, не есть хорошо. Дальше, эээ, значит, так. Устала от скандала, всё на глазах детей. Так а вы-то почему скандали-то? Мне кажется, вы злитесь, но злитесь вы в первую очередь на мужа, а нужно вам на себя ответственность взять за свою злость. Потому что, эээ, вы, мужчина оскорбляет вас по своим причинам, а вы оскорбляете его по своим. И только в том, что своих причин для оскорбления его вы не знаете. Эээ, ну, скорее всего, это обида на, либо на отца, либо на мать, которые заставляют вас, ээээ, тащить всё это на себе. Так, эээ, значит, устала от скандала, всё это на глазах у детей. Да-да, да, Инна. Дети, эээ, могут послужить хорошим, эээ, символом для того, чтобы перестать в скандале. Вау. И вне зависимости от того, уйдёте вы от своего мужа или нет, потому что это ещё под вопросом. Эээ, я постоянно думаю, что мне с моими детьми, эээ, с моими детьми отдельно от него будет лучше. Ну, возможно. Возможно. Только будет ли лучше вам? Ну, значит, я имею ввиду, от него вы идёте, а дальше, эээ, что будет дальше? То есть, вы будете жить так же, как у ваших мамы, получается. Причём, в буквальном смысле, с двумя детьми. Эээ, так, значит... Эээ, хорошо, как хорошо, как когда-то это было с моей мамой. Не очень понятно, что вы написали, хорошо, как хорошо, когда-то это было с моей мамой. А с вашей мамой не было всё хорошо. И ваша любовь, это была любовь компенсирующая, компенсаторная, но не, эээ, не нормальная, не естественная. Потому что у вас не было мужского образа первичного, и у вашего, у ваших детей, эээ, может быть, та же самая проблема. Поэтому ничего хорошо с вашей мамой не было. Эээ, идти, конечно, мне некуда, эээ, к маме не вариант, почему. Эээ, снимать пока в декрете не могу, но в последнее время подумаю о том, чтобы выйти на работу и снять квартиру на время. Может, эээ, поживёт один, произойдёт какая-то переоценка ценностей. Нет, эээ, переоценка ценностей не произойдёт. Эээ, только если, эээ, только если вы для мужчины всё делаете. То есть, если он себя не обеспечивает сам, да, может быть, ему будет без вас, эээ, плохо, может быть, он вас будет звать обратно, но, эээ, переоценка лета ценностей, вряд ли. Переоценка ценностей, это сколько ему, значит, ему был 30, сейчас ему 45, ну, в 45-летнем возрасте переоценка ценностей, эээ, из-за того, что он поживёт один, вряд ли будет. Эээ, переоценка ценностей частично может наступить, если он поработает, например, эээ, с кем-то из психологов, это да. А, так, нет. Эээ, просто я выросла без отца, а мне очень его не хватало. Да, и это большая проблема для вас, эта проблема влияет на ваши отношения с мужчинами, но здесь вы к чему это написали? Для чего? Просто вы выросли без отца, и мне очень его не хватало, и что? А у меня дочь, и что? У вас дочь, и что? Ну, она, вы думаете, будет расти без отца? Ну, так вы можете сделать так, что отец будет её видеть, это первое. Второе, вы можете найти себе ещё одного мужчину, который станет отцом для дочери, в отличие от своей мамы. Ну, если поработаете с психологом, и, эээ, освободитесь от негативного сценария. Эээ, хотя мой отец был далеко, а её будет рядом. Ну, это ничего не меняет особо. В общем-то, мне немного, в чём вы не высказали сомнений, на самом деле. Ни одного. Я много раз пытался уйти, пытался уйти, это не уходить. А пытаться уйти, это делать вид, делать вид, что вы уходите в надежде, что вас вернут. Ну, понимаете, вы очень сильная женщина, и, точнее, пытаетесь выглядеть сильной, так сказать. И как вы пытаетесь выглядеть сильной, вы так же пытаетесь и уйти. И вы, собственно, уходите. Но вы уходите не до конца. Вот что значит, раньше возвращал. Что это за принос ответственности? Он не возвращал на это, вы и хотели вернуться. Он просто вам разрешал, он разрешал вам вернуться, это да. Но это другой момент. А сейчас каждая моя волна, а это раз в несколько лет, заканчивается разговором в кавычках и всё опять по-прежнему. Правильно? Потому что вы ничего в своём поведении не меняете. То есть вы не стимулируете мужчину на то, чтобы что-либо менять в своём поведении. А если его всё устраивает, то так всегда и будет. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.